Девушки отдыхают С 2008 года Катя Лель замужем за Игорем Кузнецовым. Со стороны у пары все идеально. Уютный дом, красавица дочь и бизнес. Однако певица не исключает, что в скором времени расстанется с супругом. Любовь, деньги, рептилоиды. Непростой путь к славе Катя Лель. Узнаем, как певица живет сейчас. В последнее время имя Кати Лель звучит в СМИ по большей части в связи с ее довольно смелыми заявлениями о контактах с инопланетянами. Мы же решили вспомнить, чем певица заслужила народную любовь задолго до откровений про общение с пришельцами. Настоящее имя знаменитости Екатерина Чупринина. Она родилась в Нальчике и, как многие популярные артисты, еще в детстве строила большие планы относительно музыкальной карьеры. Певица говорит, что прекрасно понимала, какую работу над собой необходимо для этого проделать, а потому всегда усердно трудилась. Училась в спортивном и историческом классах, на двух отделениях в музыкальной школе, фортепиано и хоровое дирижирование. При этом везде была отличницей. По мнению Кати, уже тогда она была безнадежно высокоорганизованной, дисциплинированной и невероятно целеустремленной. И уже тогда заявляла преподавателям, что именно в музыке она видит смысл своей жизни. Логично, что после школы девушка поступила в музыкальное училище. Потом продолжила обучение в Северокавказском институте искусств. Пробовала себя на сцене, выступала в составе группы под названием Нальчик. В середине 90-х твердо решила переехать в Москву. Сделала это и дальше двигалась к своей цели все так же уверенно. Приняла участие в конкурсе «Музыкальный старт 1994» и заняла там второе место. А потом познакомилась с Львом Лещенко. После концерта протянула ему кассету со своими песнями и номером телефона. Как ни странно, мэтр эстрады перезвонил и предложил работать в его театре. Параллельно девушка поступила к нему же на курс на эстрадно-джазовое отделение в Академию Гнесиных. Лещенко по-настоящему поверил в молодую и амбициозную артистку и доверил ей не только петь у себя на бэк-вокале, но и исполнять в ходе его концертов несколько сольных номеров. К концу 90-х певица окончательно переместилась из бэк-вокалисток в сольные исполнительницы. В 98-м вышел ее альбом «Елисейские поля». Причем, что необычно для начинающего артиста, в него вошли песни знаменитых авторов. Композицию «Огни» написали композитор Владимир Матецкий и поэт Александр Шаганов. Словак Елисейским полям сочинил Илья Резник, а один из самых первых больших хитов Кати Лель «Песню «Я по тебе скучаю»» создал Евгений Кемеровский, тогда уже сам популярный исполнитель. Понятно, что на песни маститых авторов и съемки клипов у звездных режиссеров нужен бюджет. И он был, поскольку к тому времени в жизни Кати появился Александр Волков. С ним девушку познакомил все тот же Лев Лещенко. Бизнесмен настроился сделать из певицы звезду и не жалел на это финансов. Возможности позволяли. В 90-е Волков открыл в нескольких странах сеть японских ресторанов, а в кругах отечественного шоу-бизнеса считался серым кардиналом. Очень влиятельным человеком с большими связями. Екатерина не скрывает, что между ней и продюсером начался роман, несмотря на тот факт, что Волков был женат и на разницу в возрасте. На момент знакомства Кате было 22 года, а Александру – 46. Его семья жила за границей. У него уже были не только дети, но и внуки. Певицу утверждают, что больше года отвергало ухаживание бизнесмена, но он проявлял такую заботу и внимание, что все-таки не устояло. В начале 2000-х у Лель вышло еще несколько хитов. Видео для нее продолжали снимать такие режиссеры, как Федор Бондарчук, Юрий Грымов, Филипп Янковский и Алексей Ягудин. Некоторые песни Катя писала сама. Особых экспериментов со стилем не было. Певица выбрала для себя поп-музыку. Ей одинаково удавались и душевные баллады, вроде «Я по тебе скучаю», и танцевальные треки типа «Горошин». Еще большую любовь народа Катя получила на следующем этапе своего творчества. Главную роль в нем сыграл продюсер Максим Фадеев. Лели Фадеев познакомились в 2002 году и вскоре выпустили целую обойму хитов, равным которым в карьере певицы с тех пор больше не случалось. Начало этой новой эпохи ознаменовал выход трека «Мой мармеладный». А строки про «Попробуй Джага Джага» оказалось совершенно невозможно выбросить из головы. Фадеев уговорил Катю делать упор не на вокальные данные, а на легкий, дерзкий и немного детский образ. Конечно, мармеладное творчество, к которому обратилась Лель под руководством Фадеева, не всем пришлось по вкусу. Кого-то эти «Муа-муа» и «Муси-пуси», так назывался один из следующих хитов, только смешили. Тем не менее, все эти, не претендующие на особую интеллектуальность, песни пела вся страна. Альбом 2004 года, который так и называется «Джага Джага», оказался бешено популярен и стал платиновым. Песни из него принесли Кате почти все существовавшие на тот момент премии в области российской поп-музыки. Во время этого сотрудничества рождались и хиты в фирменном фадеевском стиле. Например, трек «Долетай», в клипе на который с Катей снимался Павел Буре. У громкой славы оказалась и обратная сторона. По словам Кати, ее возлюбленный Александр Волков не смог принять тот успех, к которому они вместе долго шли. Почувствовал комплекс неполноценности и уверился в том, что певица, став звездой, обязательно его бросит. Катя не подозревала, что благородный, умный человек, которого она знала 8 лет, может быть настолько жестоким. Жестоким и беспощадным. Он стал уничтожать Катю Лель. Жизнь певицы превратилась в ад. К тому времени ей хотелось семью и детей, поэтому она фактически поставила Волкову ультимату. Или в ЗАГС, или они расстаются. Волков не смог уйти из семьи, но и разрывать отношения с любовницей не хотел и объявил Кате войну. Как говорит певица, после расставания влиятельный экс-возлюбленный стал по полной программе перекрывать кислород ее творчеству. Песни Лель запрещали на радио и телеканалах. Организаторы концертов отказывались с ней сотрудничать. Волков старался отнять у Кати ее репертуар и имя. Буквально чудом, после нескольких лет судов, артистке удалось все это оставить за собой. Некоторые коллеги по шоу-бизнесу даже не здоровались с ней, чтобы не навлечь на себя гнев Александра Волкова. Выступать Лель почти перестала. Одним из немногих, кто не отвернулся от исполнительницы, был, кстати, Максим Фадеев. Спустя несколько лет он снова написал для нее песню, хотя постоянно они уже не сотрудничали. Когда Александр Волков тяжело заболел, у него нашли онкологическое заболевание, многие общие знакомые уговаривали Катю помириться с экс-возлюбленным, но она была слишком зла за причиненные ей обиды. В 2008-м Волков скончался в Берлине. С бизнесменом Игорем Кузнецовым Лель познакомилась спустя полтора года после разрыва с Волковым. Они увидели друг друга на концерте Владимира Преснякова в Одессе. Роман развивался стремительно. Уже через две недели после первой встречи мужчина предложил Кате выйти за него замуж. Правда, поженились они в итоге только через три года. Устраивать пышное торжество они не стали. Тихо расписались и сразу улетели в свадебное путешествие. На тот момент Катя уже была беременна. В апреле 2009 года родилась дочь Эмилия. Ее крестной является Людмила Нарусова, мама Ксении Собчак. Игорь ради супруги переехал из Одессы в Москву и перевез в столицу свой бизнес. Катя говорит, что в их отношениях царят любовь и уважение, что ее муж в меру ревнивый, но мудрый, и привык спокойно относиться к тому, что жена не прочь пофлиртовать с коллегами. Интригу Катя Лель сделала в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия-1». Певица заявила, что весомых причин подавать на развод у нее, конечно, нет. Но иногда нужны перемены для получения дополнительных сил и энергии. Ошарашенный ведущий Борис Корчевников поинтересовался, что случилось в звездной семье. Катя заверила, что поводов для беспокойства нет, но она готова к любым личным переменам. К слову, Лель давно шокирует публику спонтанными заявлениями. Например, певица рассказывает о дружбе с инопланетянами и других подобных вещах. В 2019-м артистка заявила на пресс-конференции, что впервые встретилась с пришельцами, когда ей было 16, и после этого события у нее без крови и боли исчезли 4 зуба. Побывала Катя, по ее собственному признанию, и на инопланетном космическом корабле, экипаж которого попытался установить с ней контакт. Исполнительница утверждает, что после этого к ней пришла способность не только писать песни, но и читать мысли людей. Как говорит Лель, она и сейчас постоянно наблюдает летающие тарелки прямо в центре Москвы. Видят их и ее близкие – муж и дочь. В том, что инопланетяне существуют, Катя не сомневается и недоумевает, почему молчат многие, кто с ними сталкивался. Ее саму близкие просили не откровенничать на данную тему, но певица решила иначе. Артистка до сих пор поддерживает контакты с представителями иных миров, которые делятся своими тайнами. Лель считает, что человечество было создано высшими цивилизациями. Пришельцы похожи на людей, но их развитие опережает наше на миллионы лет. Причем гуманоиды проживают как на других планетах, так и в других измерениях, присматривая за Землей. Катя искренне верит в существование рептилоидов, и по мнению артистки, внеземные существа не всегда враждебны, как их представляют в массовой культуре. В ближайшие годы они проявятся человечеству. Мы, в свою очередь, постараемся спокойно отнестись к заявлениям артистки и надеемся, что общение с НЛО обернется для нее исключительно положительными последствиями. Например, вдохновит на запись новых хитов. Сейчас Катя Лель по-прежнему часто появляется в телеэфире и участвует в различных шоу. Новые песни выпускают регулярно, хотя особых хитов у нее за последние несколько лет не было, несмотря на то, что к творчеству певицы приложила руку даже официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она написала слова к песне 2018 года «Засполна». А вы встречались с пришельцами? Напишите в комментариях свой опыт общения с гуманоидами. И до скорых встреч!